Субтитры создавал DimaTorzok А точнее мы пройдемся по ключевым местам Басманного района, ведь наша библиотека находится именно здесь. В этом непростом деле мне поможет мой железный друг, так что приглашаю вас вместе со мной прогуляться по Москве на виртуальной велоэкскурсии. Наша экскурсия начинается именно с этого места, где начинается улица Моросейка. А на заднем фоне у нас здание Политеха. Это здание связано с Федором Михайловичем Достоевским, потому что здесь Анатолий Луначарский 20 ноября 1929 года произнес знаменитую речь. Достоевский принадлежит к числу величайших писателей нашей литературы, а в последнее время можно уже окончательно считать его, по признанию огромного большинства читающих публики и критиков, одним из величайших писателей литературы мировой. Когда мы подходим к анализу Федора Михайловича Достоевского, мы невольно пытаемся понять, чем же он отличается от других русских писателей и писателей иностранных. И многие критики приводят это все к суждению о том, что Достоевский это не кто иной, как психолог. Его иногда сравнивают с Львом Николаевичем Толстым, говоря о том, что Лев Толстой исследует внешний мир человека, а Достоевский заглядывает глубоко в человеческую душу. В дореволюционном справочнике «Вся Москва» за 1907 год была впервые упомянута некая современная библиотека. по адресу Чистопрудный бульвар, дом 23. У нее даже был указан пятизначный телефонный номер, что было неслыханным новаторством для того времени. Чуть позже, в советское время, эта библиотека будет переименована. Это будет связано с тем, что читальня имени Федора Михайловича Достоевского на Цветном бульваре закроется. И в 1923 году весь ее фонд переедет сюда, вот в эту библиотеку. Сама библиотека была открыта в одном из доходных домов писателя Николая Дмитриевича Телешова. И когда весь фонд читальни перекочевал сюда, библиотека также унаследовала имя великого русского писателя. В 2013 году в библиотеке происходят глобальные изменения. Здесь делают капитальный ремонт, и библиотека меняет свой формат работы. Сегодня здесь проходит огромное количество различных мероприятий. Библиотеку ежедневно посещают более тысячи человек. И она находится под управлением замечательного заведующего Андрея Лисицкого. Помимо этого, эта библиотека является одной из самых главных библиотек Москвы. Она узнаваема, она посещаема. Одной из целевых аудиторий библиотеки сегодня является молодежь. А одним из главных направлений является москвоведение. Собственно, в рамках этого проекта и был продуман проект «Московский Достоевский». И наша велоэкскурсия является частью этого проекта. На улице Покровка рядом с Потаповским переулком ровная линия домов внезапно обрывается весьма нелепым сквером. Здесь когда-то находилась одна из самых красивейших церквей Москвы – Успение Божьей Матери. Эта церковь была не только одним из главных символов Москвы, но и национальным символом России. Ею восхищались многие архитекторы – Баженов, Растрелли, Лихачев, Щусев. Ну и, конечно же, это была любимая церковь Федора Михайловича Достоевского. Анна Григорьевна Достоевская писала об этом. Проезжая мимо церкви Успения Божьей Матери, что на Покровке, Федор Михайлович сказал, что в следующий раз мы выйдем из сани и отойдем на некоторое расстояние, чтобы рассмотреть церковь во всей ее красе. Федор Михайлович чрезвычайно ценил архитектуру этой церкви и, бывая в Москве, непременно ехал на нее взглянуть. Дня через два, проезжая мимо, мы осмотрели ее снаружи и побывали внутри. Эта церковь оказала мистическое влияние на судьбы многих людей. Одним из примеров является архитектор Дмитрий Лихачев. Он писал об этом следующее. Встреча с ней меня ошеломила. Передо мной вздымалось застывшее облако бело-красных кружев. Ее легкость была такова, что она вся казалась воплощением неведомой идеи. Мечтой о чем-то неслыханно прекрасно. Я жил под этим впечатлением этой встречи. Успенская церковь работала до 1935 года, пока Моссовет не приказал закрыть ее и снести. Он это сделал в целях того, чтобы расширить улицу Покровка. И в итоге сегодня мы с вами довольствуемся вот этой зияющей пустотой. Это трехэтажное здание было построено в 1902 году по проекту архитектора Бориса Николаевича Кожемникова. Здесь располагалось общество купеческих приказчиков. И оно преследовало своей целью регулировать отношения между торговыми представителями и их хозяевами. Также при обществе здесь существовала торговая школа, амбулатория и была касса взаимопомощи. Члены общества проводили здесь мероприятия различного рода, в том числе концерты, любительские спектакли. После революции 1917 года здесь располагалось общежитие Коммунистического университета национальных меньшинств Запада и средняя школа номер 329. С 1938 года в этом здании располагается Государственная публичная историческая библиотека. Это одна из крупнейших библиотек страны, которая сосредоточена на исторических науках. Ее фонд на сегодняшний день насчитывает около 6 миллионов единиц хранения. Книги, журналы, газеты. Это здание было построено на месте усадьбы Куманиных. Это ближайшие родственники Федора Михайловича Достоевского. В фондах исторической библиотеки сегодня хранятся книги из музея памяти Федора Михайловича Достоевского. Анна Григорьевна Достоевская, супруга писателя, в 1906 году решила собрать все произведения автора, его автографы, личные вещи и передала их в музей памяти Достоевского. После открытия библиотеки в 1938 году часть этих вещей и собраний переехала сюда, в эту библиотеку. И сегодня мы можем наслаждаться этим редким фондом. Храм Космо и Дамиана был построен в 1793-1800 году. Заказчиком стал Родион Михайлович Хлебников, который жил неподалеку отсюда, в здании, где сегодня располагается посольство Белоруссии. В 1772 году здание приобрело совершенно новый вид и за последние сто лет ему надстроили второй этаж. Одним из постоянных прихожан церкви был Федор Иванович Тютчев, русский поэт, который жил неподалеку здесь, на Армянском переулке, в доме 11. Ну а также сюда часто заглядывал и Федор Михайлович Достоевский. В середине 1920-х годов церковь пришла в весьма унылое состояние. Из нее сделали склад, а рядом поставили настоящую пивнушку. В 30-х годах разобрали забор, который восстановили только в 1972 году. А на месте церковных домов построили высокое 15-этажное здание со стеклами. Разумеется, это все не придавало эстетического вида церкви. И в 1993 году наконец-то церковь Космоедемиана вернулась под руководство Русской Православной Церкви. И сегодня мы можем наблюдать ее такой, какая она есть. За основу сюжета одного из своих самых известных произведений «Идиот» Федор Михайлович Достоевский взял событие, которое реально произошло на Златоустинском переулке, дом 4, дробь 7. Само здание, к сожалению, на сегодняшний день не сохранилось. Но история такова. Это было убийство ювелира Ильи Калмыкова. Как гласит история, Василий Мазурин пригласил к себе ювелира, чтобы заключить с ним сделку о выкупе драгоценностей, которые тот заложил одному из ростовщиков. В этот вечер ювелир пришел к Мазурину домой и был убит. Деньги Мазурин забрал, а тело ювелира спрятал в пустом помещении продуктового магазина, которое было расположено в этом же здании. Тело убитого ювелира нашли только спустя 8 месяцев. А Мазурина приговорили к смертной казни. Чуть позже смертную казнь ему заменили на 15 лет каторги. Вот что об этом событии пишет москвовед Александр Мишин. Это было преступление, о котором судачила Москва на протяжении не то чтобы нескольких даже дней, а нескольких месяцев. Потому что, конечно, для той эпохи не было характерно, чтобы в богатой семье появлялись такие люди. Как показывал затем наследствие и сам убийца, вечером он идет в аптеку, покупает нам так называемую ждановскую жидкость. Этот препарат препятствует распространению запаха и разложения. Оборачивает тело в американскую клюенку и все оставляет как есть. Тема убийства ювелира Калмыкова попадает в роман Достоевского, который пишется одновременно с расследованием этого преступления. Роман «Идиот». Сначала в нем идет обсуждение в гостиной главной героине Настасьи Филипповны. Она говорит, в Москве есть страшный дом, там человека убили. И то же самое почти по тому же сценарию совершает Рогожин. Он тоже покупает ждановскую жидкость и накрывает клюенкой тело Настасьи Филипповны. Златоустинский переулок стали называть кровавым переулком, а род Мазуриных словно прокляли. Брат убийцы Василия Алексей впал в тяжелую депрессию и, к сожалению, так от нее и не оправился. Василий Андреевич Жуйковский и Федор Михайлович Достоевский мало связаны, но известно о некотором влиянии личности самого Василия Андреевича на произведения и персонажей Федора Михайловича Достоевского. На этом наша белая экскурсия подошла к концу. Приглашаю всех к нам в гости в библиотеке Центра Москвы. Ваши к нам в гости в библиотеке Центра Москвы. Продолжение следует...